Действительно, проблема существует, о которой мы сейчас будем говорить, но я надеюсь, что сейчас мы попытаемся найти какой-то консенсус. Когда напротив окон нашего дома, первое, начали рыть котлован, не огородив, это подтверждает у нас, не огородив, после обращения в администрацию, огородили, и, понятное дело, местные жители начали выяснять для себя, что же это за стройка, может быть, бассейн, который обещали, или парковочные места, наконец-то, или что-то, в конце концов, для наших детей, потому что здесь, кроме ДК Кубани, ничего нет, ничего, ни стадионов, где парки, скверы, которые были обещаны и прописаны в плане градостроительства, 2014 года утверждены в Синеговске, где это все? Сейчас, сейчас мы строим дома. Почему загладывали именно в этом частном секторе, где земли под ИЖС, под индивидуальное жилищное строительство? Городом, городом была определена зона на все 54 гектара высокоплотная застройка. Были публичные? Покажите протокол, кто был. Одну секунду, одну секунду. Правило утверждено. А вы читали эти правила? Я эти правила прекрасно изучила. И что я вам скажу? Принимается, да, принимается решение, оповещается, все заинтересованные близлежащих домов, все заинтересованные жители близлежащих домов, не смежных земель, как было сказано в администрации, а всех, потому что это у нас отсутствие воды, меньше воды будет. Да это, прежде всего, частный сектор. Частный сектор. Пока мы видим документы, что они в правильном порядке были выданы. То есть здесь у вас вопрос, как переходило, скажем, изменение. Я тоже это хочу увидеть, я вас поддерживаю. Я возьму на свой контроль, чтобы это была организована вся историческая справка, кем подписывался, как было и как организовывались слушатели. Я это слышу. На самом деле застройщик действительно... Да зачем они вообще выдавались такие документы? Нет, это уже второй вопрос. Застройщик на самом деле вкладывает туда деньги, он благоустраивает, мы это видим. Но он уже постфактум это делает. Давайте посмотрим, дадим возможность администрации собрать эту информацию и спокойно это все выслушит. Что бы я ни сказал, я понимаю, вас не устроит любой материн. Давайте так, по поводу воды. Здесь есть жильцы «Мелодии леса». Есть. У вас проблемы с водой есть? В нашем доме нет. Да, потому что стоят баки, мы потратили 150 тысяч рублей, поставили вам баки. Город Золотой, Дж.К. Виктория. Поставьте 150 тысяч, потратите, у вас проблем воды не будет. Есть. У нас город Золотой. Значит, застройщику скажите об этом. Наша компания будет тянут отдельный водовод, отдельный, 2 километра, стоимостью практически 20 миллионов рублей это будет стоить. И эта проблема решит всего микрорайона воды, теоретически. Наша компания около 50 миллионов выплатила водоканалу. Эти деньги пойдут на строительство Троицкого водоканала. Нам бесплатно воду никто не дал. Поэтому не надо говорить, что мы бесплатно что-то кого-то обманываем. Это касаемо водоводов. Финансирование этого строительного комплекса будет осуществлять Сбербанк. Миллиард 300 выделено на строительство этого лжевого комплекса. Мы не дадим строить. Также, ну не дадите строить, потому что вам так хочется. Потому что всем так хочется. Всем так хочется. Если это не по закону, Сбербанк будет не выдал по финансированию. Министерство экономического разведа не субсидировало ставку. Если будет там трехэтажное строительство, цена квадратного метра будет 70 тысяч рублей. В том числе многие ваши родственники не смогут получить свои... А будущее еще нет. Будущее какое? Будущее какого? Завтра ваш племянник, ваш брат захочет купить квартиру. Он будет покупать по 70 тысяч рублей за квадратный метр. Разве это он строит? По результатам проведения сегодня слушания, ну как сказать, уличных наших, близлежащего района, могу сказать следующее. Претензия наша в первую очередь на сегодня направлена в адрес администрации. Администрации Приморского района, к администрации города, которые дезинформировали и даже не информировали нас, жителей, о такой крупноэтажной застройке, обманом, ввели в людей заблуждение и молча начали эту застройку. Продолжение следует...